Народные песни под гармонь пели в НИСИ. Российский молодежный театр «Русская гармонь» посетил с гастролями Нинецкую глубинку. Концерт прошел с аншлагом. Впрочем, довольны остались не только зрители, но и артисты. Теперь в их планах провести в НИСИ популярное народное шоу «Игра и гармонь». Подробнее в материале выпуска. Артисты российского молодежного театра в НИСИ – гости долгожданные и желанные. Это не первый их визит в село. В репертуаре народные песни и произведения собственного сочинения. НИСКИЕ зрители каждый номер встречают на бис. От души подпевают исполнителям. Мизин Лешуконская, Архангельска, Вологда. Гастрольный график победителя всероссийского конкурса «Голоса России». Илья Соловьева такой плотный, что даже звезды эстрады позавидуют. Илья признается, публика от репертуара в восторге. Но так тепло, как в НИСИ их еще нигде не встречали. Здесь лучше, здесь люди добрее и больше понравилось. Приемы хлопали, плясали, пели. Вообще замечательно просто. Его коллега Игорь Шипков в НИСИ выступает в третий раз. Поэтому ни суровые пейзажи ненецких тундр, ни заполярная зима его не пугают. Говорит, главное, чтобы сердца у зрителей были горячие. Всегда волнуешься, когда едешь сюда и думаешь, а как же зритель? Вроде там вот как-то плохо принялись. Здесь вот как-то, может, костюм не так, может, гармошки не так сыграл. Но когда ты видишь людей, видишь их улыбки, лица. Концерт гармонистов НИСИ настоящий праздник. Сельчане на него пришли целыми семьями, от малой до велика. Равнодушных переборы гармонии народные песни в зале не оставили. Слышим песню, мы слышим гармонь, что поднимает наше настроение. Мы радуемся вместе с выступающими. Даже мой внук двухлетний сегодня более часа высидел и все время лупал в ладоши. Значит, уж ребенку, если понравилась гармония, то значит и взрослым людям должно понравиться. Очень, очень талантливее. Артисты российского молодежного театра, воодушевленные аншлагом, предложили провести в заполярной глубинке праздник «Игра и гармонь».